Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляю вас с воскресным днем и с праздником, который отмечает сегодня Православная Церковь. Это вход Господень в Иерусалим. Хотя очень сложно праздновать, ведь мы знаем, что завтра начинается Страстная Седмица, и мы понимаем, что в эту Седмицу мы вспоминаем, как был предан Господь, как Он страдал на кресте. Но итогом всех этих страданий было светлое и славное Христово Воскресение. К этому мы и стремимся, и это каждый воскресный день мы прославляем и это отмечаем. И сегодня за богослужением Церковь предлагает нам отрывок из послания Святого Апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стихи с 4 по 9. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня в праздник, в неделю Вай, праздник Входа Господня в Иерусалим, читаем с вами отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. И этот отрывок говорит нам о радости. Несмотря на всю ту печаль, несмотря на весь тот трагизм Страстной Седмицы, который мы ожидаем, Церковь нам напоминает о радости Христовой, о том, что мы встречаем Господа, вход Его в Иерусалим и провожаем Его на Его Голгофу, понимая, что Он идет искупить нас кровью Своею, идет, чтобы убереть ради всех нас. Он идет на свою Голгофу. Радость – это лакмусовая бумажка нашей человечности. Мы должны уметь радоваться. Мы должны уметь отпускать струны. Преподобного Антония Великого как-то спросили, почему его ученики улыбаются и даже порой смеются. На что он ответил, что если постоянно натягивать струну, то она в определенный момент просто порвется и лопнет. Чтобы избежать этого надлома в нашей духовной жизни, чтобы избежать этих нервных срывов, помутнения разума, мы должны научиться радоваться. Радоваться радостью духовной. И житейской, конечно же. Условием для этой радости, по мысли апостола Павла, является кротость. Это особое греческое слово, которое довольно-таки трудно для перевода. Но в этом слове заключается глубокая мысль. И она очень новозаветна. Она звучит в тоне евангельской проповеди Спасителя. Кротость — это нечто выше справедливости. Важность и необходимость справедливости никто не отрицает. Но кротость — это то, что стоит выше, как я уже сказал, справедливости. Почему? Потому что бывают моменты, когда справедливость несправедлива. Это очень хорошо показал Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот». Там есть такая фраза «Во снежности нет, одна только правда, а стало быть, несправедливо». Справедливость — это не одна только голая правда. Справедливостью истинной, божественной, евангельской может быть и должно быть милосердие. Так вот, кротость — это умение стать выше справедливости. Это умение в нужный момент и в нужный час проявить милосердие. Это не значит, что мы должны быть всегда мягкотелы, инфантильны и не готовы отстаивать свои интересы. Но вот духовная мудрость должна быть таковой, что мы должны знать и понимать, когда мы должны проявить эту кротость. Это милосердие по отношению к нашим ближним. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь ни о чем. Вот критерий нашей молитвы на самом деле. Мы должны, заботясь о нашем бытии, о хлебе насущном, мы должны помнить о том, что все в руках Божьих. Открывать свои желания с благодарением Богу за то, что имеем. Мы не должны относиться потребительски к Богу. Мы должны стремиться именно к такой молитве. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Мы должны открывать ему свои помыслы, свои сокровенные мечты, молясь об этом, как бы предлагая ему на суд то, что мы желаем, не требуя, а предлагая на его суд. И он, конечно же, зная наперед наши прошения, даст нам то, что нам необходимо для нашего спасения прежде всего. И мы должны благодарить Бога за то, что Он сделал. За открытый путь Евангелия, Благой Вести. И эти открытые небеса теперь для человечества. Ведь до этого они были закрыты. Вспомните икону Воскресения, где изображен Христос, преображенный, а под ногами Его разбитые двери. И это двери, это врата ада, которые не одолеют теперь церковь. Далее. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий, мир и тишина, умиротворение. Кто счастлив? Счастлив тот, у кого мир в душе. Счастлив не тот, кто победил всех врагов. Счастлив тот, кто не имеет этих врагов. Наконец, братья мои, говорит апостол Павел, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Свойство человеческого ума таково, что ум всегда к чему-то стремится, он всегда на что-то направлен. Так вот апостол Павел хочет, чтобы христиане, мы с вами, направляли ум именно в нужное христианское духовное русло. в то русло, которое указывает нам на истину, на то, что честно, на справедливо. Именно в эту сторону мы должны разворачивать свои мысли, свои действия. И это в глубоком, глубинном смысле и является покаянием, изменением образа мысли и образа своей жизни, образа действия. Что нами движет и что нами мотивирует? Так вот апостол Павел предлагает христианам обратить свой взор на Христа. Ведь наша жизнь, наша духовная жизнь, она христоцентрична. Наше богослужение, наша молитва, все направлено на Христа. Ибо Ему, Бог Отец, отдал суд. Поэтому будем молиться и обращаться к Господу Иисусу Христу. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Апостол Павел предлагает нам следовать за Ним, следовать Его примеру, Его примеру, то, как Он последовал за Господом Иисусом Христом и какие плоды это следование принесло. Будем и мы, каждый на своем месте, трудиться и приносить добрый плод покаяния и любви, мира, надежды и кротости, милосердия к ближним. И это будут плоды нашего христианского делания. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова